Мы возложили все наши тревоги на Князе Мира. Мы отдали наши жизни Господу Господ. Мы слуги Царя. Мы отражаем красоту полевых лилий и стоим в силе иудейского льва. Мы живем в здоровье благодаря великому доктору. Наши нужды покрыты, потому что он наше изобилие. Мы знаем свою дорогу, потому что следуем за великим пастырем. Мы участники Божьего Царства, потому что мы нашли дверь. Мы праведны благодаря его жертве. Мы имеем настоящую жизнь, потому что он воскрес. Его имя Иисус из Назарета. Он Христос, наш Господь и наш Царь. И мы не остановимся. Как хорошо снова быть с вами. Сегодня мы начинаем новую серию «Ваша необыкновенная жизнь». Я в большом восторге и верю, что Бог приготовил что-то замечательное для вас. Он дает вам все необходимое для необыкновенной жизни. Откройте свое сердце Богу, и давайте вместе отправимся в путешествие. В этом путешествии нас ожидают пять встреч. Мы не успеем все за сегодня, но я хочу представить вам три идеи, которые мы разберем более детально. По моим собственным наблюдениям, я пришел к выводу, что они стали барьерами для нашей необыкновенной жизни. И эти барьеры настолько сильны, потому что они самонаводящиеся. Но сейчас я не буду называть их, а лишь хотел бы упомянуть о них, потому что мы вернемся к ним позже. Но первая идея в том, что у нас есть вера, и нам нужно научиться разрушать то понятие, что мы ущербны или обделены, что каким-то образом обстоятельства, жизнь, семья, в которой мы родились, воспитание, которое мы получили, что-то, на что описывает вас, как человека, сделало вас обделенным. Я не говорю, что это неправильно. Я лишь говорю, что все это не больше, чем сила Божья, способная освободить вас. Второй барьер, о которой мы часто ударяемся в своем сердце и в своей жизни, это разочарование. Никто не проходит эту штуку под названием «жизнь» без разочарования. Никто, никто. Некоторые из нас страдают от ужасной несправедливости и плохого обращения, но Библия говорит, что Божья рука не стала короче, а Божья силы не стала меньше, чтобы освобождать его народ. Если вам кажется, что вы погрязли в разочаровании, останьтесь с нами на следующие пару недель. Я верю, что у Бога есть способ и приглашение к изменению вашей жизни. Но есть еще один часто встречающийся барьер. И это неудача. Если вы человек, вы с этим знакомы. Проповедники терпят неудачу. Все дети Божьи терпят неудачу. Библия говорит, что Давид был мужем по сердцу Божьему, величайшим из всех царей Израиля. Но, несмотря на это, Давид был прелюбодеем и убийцей. Я не одобряю такое поведение и не осуждаю его. Я просто говорю вам, что неудача не заразна, пока вы не дадите ей места в своей жизни. И сейчас здесь есть люди, которые думают, «Если бы кто-то заглянул в мое прошлое, если бы кто-то узнал мою историю, то меня, наверное, пустили бы только на парковку». Хм, Бог знает. И скажу вам больше. Он дает вам все необходимое, все инструменты, чтобы вы прожили необыкновенную жизнь. Но есть некоторые вещи, которые нам нужно обработать. Это понятие «необыкновенная жизнь» сконцентрировано на вашем выборе. Кто решает, чья жизнь обыкновенная, а чья необыкновенная? Скажите, кто принимает это решение? Кто занимается оцениванием? Кто устанавливает планку? Кто смотрит на одного человека и называет его посредственным, а смотрит на другого и называет его выдающимся? Кто это делает? Я отвечу вам. Но я не хочу отвечать слишком упрощенно, а добавлю к этому несколько аспектов. Первый ответ на этот вопрос является наиболее важным. И хочу вам заявить, что это вы. Вы — самый важный голос в ответе на этот вопрос. Кто говорит, что ваша жизнь необыкновенна? Если вы этого не говорите, то никто не сможет сказать это достаточно громко, чтобы заглушить ваше молчание. Вы говорите, и это очень, очень важно. То, что находится внутри вас, решения, которые вы принимаете, которые принимаю я, больше влияют на качество нашей жизни, на наше довольство, на наше удовольствие, на нашу радость, мир и на наше совершение, и то, что мы передаем нашим детям, чем любые внешние факторы. Но мы очень легко теряем это из виду. Очень часто, когда вы несчастны, то вам очень легко, это совсем несложно, начать думать так. Несчастный я, потому что я езжу на этой развалюхе. Если бы у меня был Мазерати, я был бы в порядке. Это ложь. Если вы несчастны в развалюхе, вы будете несчастны и в Мазерати. Да еще и страховку большую платить будете. Я встречал людей, которые очень несчастны из-за жизненных обстоятельств или экономического положения. Понимаете, мне приходится покупать все на рынке. Я иду на рынок, и там покупаю одежду для себя, для своих детей. Я такой несчастный. Это меня так огорчает. Я несчастлив. Просто несчастлив. Понимаете, вся правда в том, что если бы вы носили Версачи, это не сделало бы вас счастливее. Потому что то, что вы навешиваете на себя снаружи, не делает вас счастливее. А мы верим во всю эту ложь. Я встречал людей, которые говорили, «Пастор, я застрял в посредственности. У меня не было подходящих обстоятельств, богатых родителей. Я не хотел брать студенческий займ, и поэтому, пожалуй, учиться в Государственный университет штата Теннесси и получил диплом». Понимаете, здесь проблема в превосходстве. Реальность в том, что вы не были бы необыкновенным человеком, даже если бы учились в Массачусетском технологическом, потому что посредственность начинается с решений, которые мы принимаем внутри себя, а не с обстоятельств вокруг нас. Вы скажете, «Я в это не верю». Я знаю, потому что об этом много говорится. Это национальная эпидемия. Давайте соединим это с еще одним вопросом. Кто, по вашему мнению, определяет то, что делает жизнь необыкновенной? Кому вы позволяете установить планку или цель для вашей необыкновенной жизни? Может, это журнал «Тайм»? Может, вы хотите, чтобы они избрали вас Человеком года? А может, это Нобелевский комитет? Вы хотите, чтобы они вручили вам Нобелевскую премию? Может, вы хотите победить в каком-то конкурсе или стать чемпионом в вашем любимом виде спорта? Чьему мнению вы отдаете первое место? Возможно, вы желаете широкого признания или огромного успеха, или хотите обладать невероятной силой. Чего вы ищете? Хотите сказочного богатства? Чьему мнению вы отдаете первое место? Невероятное количество голосов говорят об этом. Вы недовольны и несчастливы, потому что сравниваете себя с какой-то оттюнингованной моделью. Тогда удачи вам! Чье мнение вы принимаете? Многочисленные голоса, определяющие необыкновенность жизни с помощью внешних факторов, искалечат вас, если вы послушаетесь их. Сомневаюсь, что вы удивитесь тому, что я скажу это. Но одна из причин, по которым мы здесь, это то, что у Бога есть мнение по этому поводу. И это не обязательно то, что думаете. За эти три недели мы разберем это детально. Еще один элемент, который касается решения жить необыкновенной жизнью, имеет отношение ко временем. Необыкновенная жизнь связана не только с вашими решениями, но и со временем ваших решений. Потому что в тот момент… Ну, иногда это сложно понять. Если моим единственным критерием является то, что делает мою жизнь необыкновенной прямо сейчас, тогда решения становятся простыми. Но иногда это вредно. Когда я вижу один из больших грузовиков, я знаю, что сделает мою жизнь необыкновенной. Я бы молился о сладком дожде, и все эти пирожные и тортики на моем дворе сделали бы меня самым счастливым человеком, и мне было бы все равно, пришли вы в церковь или нет. Но это было наилучшим решением для меня только на время. Поэтому, помимо мимолетной необыкновенной жизни, сделают ли ваше решение вашу жизнь необыкновенной в конечном итоге. Я прошу вас о том, чтобы подумать о своей жизни в контексте вечности. А это уже совсем другое дело. В конце концов, Бог — это наша аудитория. Заявляю вам, Иисус никогда бы не пошел на крест. Никогда. Если бы Его критерием было «Является ли это необыкновенным решением для меня на данный момент?» Они избили Его до полусмерти. Написано даже, что они избили Его так сильно, что едва можно было сказать, что это человек. А Он пошел на это добровольно. Да, это необыкновенное решение. Но не тогда. Когда ваша цель в том, делает ли это вас счастливым на данный момент. Когда пришли арестовывать Иисуса, один из Его учеников, Петр, достал меч и напал на одного из слуг, которые пришли его арестовать. Иисус исцелил этого человека и повернулся к Петру, сказав, «Петенька, убери меч. Если бы мне было нужно, я мог бы призывать легионы ангелов, и мы задали бы этим ребятам жару». Это, знаете ли, мой живой перевод Библии. Но, — сказал он, — я должен это сделать, чтобы исполнить всю правду. Одна из вещей, которую я люблю в Иисусе, это то, что Он был жестким человеком. Поэтому вам не нужно извиняться за то, что называете Иисуса Господом. В Нем есть свирепость. Меня часто расстраивают фильмы, изображающие Иисуса с туманным взглядом. с туманным, елеслушным голосом. Когда пришли его арестовывать, он знал, что произойдет. Его пот выступал каплями крови, когда он предвкушал ожидающую его агонию. Но у него был свой план. У него была цель. А Библия говорит, что Бог дал ему имя выше всякого имени, что перед именем Иисуса преклонится всякое колено, всякий язык признает, что Иисус Христос — это Господь. И одна из реальностей, которую нам с вами придется осознать, что, пригласив Бога в нашу жизнь, мы иногда будем стоять перед выбором, который на данный момент не очень приятен. «А я думал, что быть христианином значит быть счастливым все время». Нет, это называется детство. А что делают дети, когда им не нравится что-то делать? Плачут. Жалко и зрелищ. Потому что это их единственный критерий. У них нет зрелости ни для чего другого. А мы призваны к другому. Ваши решения, мнения, которые вы учитываете, и временные рамки, когда вы принимаете эти решения, будут иметь невероятное влияние на качество вашей жизни и удовлетворение, которое вы будете иметь от этого. Давайте соединим это еще кое с чем. Я уделю минуту тому, чтобы изучить Божий взгляд. Бог дает нам взгляд. Он не оставляет нас одних в этом вопросе. Он помогает нам понять полярные крайности с Божьей точки зрения. С одной стороны, Бог говорит, что вы можете вести жизнь, которую Бог считает мудрой, а с другой стороны, Бог говорит, что вы можете вести жизнь, которую Он считает глупой. Давайте посмотрим на 12 главу Луки. Иисус учит здесь. Он рассказывает о человеке, которого, как я подозреваю, многие из вас были счастливы иметь своим соседом, другом, родственником. Многие из нас были бы рады иметь такую жизнь, как у этого человека. Он предприниматель. Он феноменально успешен. Он умен. У него удивительный успех год за годом, год за годом. Он настоящий эксперт в делах рынка и приспосабливается к перемене. Он работает в сельском хозяйстве, и даже климат не мешает его успеху. У него один изобилующий урожай за другим. И это не какой-то сумасшедший, повернутый, замкнутый, маниакальный трудоголик. Он знает, как наслаждаться жизнью. Он может остановиться и вдохнуть запах розы, тогда как достигает такого выдающегося успеха. Звучит неплохо, да? И никто не критикует эту часть его жизни. Но Иисус обращает наше внимание на этот скильт жизни. И вот что он говорит. «Вот что сделаю», — сказал этот человек. «Сломаю житницы мои и построю больше. И соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей, душа!» «Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему. Вот интересный контраст. Человек что-то сказал самому себе, но Бог ему сказал. Иногда бывает небольшой конфликт между тем, что мы говорим себе, и Бог нам говорит. Одна из вещей, о которой я прошу Бога в своей жизни, это чтобы у меня был Божий взгляд на мои обстоятельства, и чтобы мной не управляло то, что я говорю сам себе. Но Бог сказал этому человеку, «Безумный. В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил, а? И кульминациям». Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бог богатеет. Эта история не осуждает богатство. Нет, не осуждает успех. Библия не говорит такого. Библия говорит нам, что успех и влияние является результатом Божьего благословения. Бедность — это проклятие. Не это является сутью истории. Это связано с отношением этого человека. Хочу показать вам две идеи, которые я почерпнул отсюда. Первое — это то, что Бог следит за нашими жизнями, и что Богу даже есть что сказать. Бог проговорил в жизнь этого человека. Имеете ли вы представление, что Бог не только имеет мнение о вашей жизни и ваших жизненных решениях, но что Бог будет говорить вашу жизнь? Это необыкновенно. Если бы вы смогли уместить то, что Богу есть что сказать о ваших решениях, ведь Бог не занимает нейтральную позицию. И там есть вторая идея, которую мы не должны упустить, и она в том, что Бог — это тот, кто дает нам жизнь. Бог сказал, «Сегодня я приду за твоей жизнью». Если Бог может забрать вашу жизнь, то это лишь потому, что Он — автор жизни. Бог дает нам жизнь. Помните, что написано в «Бытии»? Бог сказал, что вы весьма хороши. Бог создал вас со всеми семенами необыкновенности, со всем, что нам с вами нужно, чтобы жить необыкновенной жизнью. Наши решения становятся важными, и Бог — это тот, кто дает вам жизнь. 52-й Псалом сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Знаете, когда я читаю эти стихи, я вот собрал целую коллекцию стихов о глупости, о безумцах. И есть одна категория, в которой я никогда не хотел бы оказаться. Это люди, которых Бог называет глупцами или безумцами. Когда Бог увидит, что вы идете... Ну, вот вы прошли свою жизнь и пришли на небо. Вы же не хотите, чтобы Петр посмотрел на вас и сказал, «О, еще один глупец». Поэтому, когда я нахожу стих, где Бог называет что-то глупостью, гарантирую вам, что я не отступлю от этого. Глупец говорит в своем сердце, что Бога нет. Задам вопрос. А что вы говорите себе? Я знаю, что мы в церкви, и ответом на большинство задаваемых мною вопросов будет «Иисус», а второй «Я дам больше». Но давайте на минуточку отложим в сторону церковной ответы. И в потаенных уголках своего сердца, когда проповеди цепляют вас, что вы говорите себе? Если мы будем честными, то признаемся, что у нас всех временами бывают с этим трудности. Бог действительно реален. Я назвал эту часть своей проповеди диагностикой. Задам вам еще два вопроса. Хочу, чтобы на этой неделе вы взяли пару минут и в тишине прошлись по этим вопросам. Что я говорю себе? Посмотрите на первую главу книги «Притч». Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Страх Господень — это начало мудрости. Но глупцы презирают мудрость и наставление. Позвольте вам задать такой вопрос. Что вы презираете? И во что вы вкладываете? Я не имею в виду деньги, но вы же понимаете, что вы не будете вкладывать свое время и энергию в то, что вы презираете. Я встречал людей, которые говорят, «Я люблю Бога, но терпеть не могу церковь и христиан». Они все лицемеры. Ну, в этом есть доля правды. Здравая доля правды. Но вы что думаете, что среди нечестивых людей нет лицемерия? Другие говорят, «Я не приду, потому что церкви нужны только мои деньги». А чего хотят все остальные? Насладиться вашей компанией, а? Я заметил, что мы обычно реагируем в тех местах, где мы уже настолько знаем Бога, что чувствуем небольшое обличение. Я раньше не любил находиться с христианами. Они меня раздражали. Они мне не нравились. А знаете почему? Во мне было так мало Бога, что я не любил находиться с людьми, которые знали Его. Мне пришлось измениться, стать другим. Мне пришлось научиться любить Господа так сильно, чтобы наслаждаться компанией этих людей. Пришлось потрудиться. И дело было не только в том, что они изменились. Нет, изменился я. Это действительно очень полезный вопрос. Что вы презираете? Я заметил, что очень часто мы имеем больше терпимости к нечестию, чем к благочестивым людям. Я не поощряю и не одобряю небрежную жизнь, ни в коей мере. Но то, что вы презираете, и то, во что вы вкладываете себя, становится необычно важным относительно того, живете ли вы, по мнению Бога, мудрой жизнью, или же все-таки глупой. Если бы вы наняли консультанта, который должен был бы пересмотреть вашу жизнь. Посмотрите на ваше расписание, финансы, историю вашей жизни. К какому выводу он пришел бы? Согласно этому выводу, что вы презираете или чем пренебрегаете, а во что вкладываете себя? Это важно. И опять же, я знаю, что ответ «Иисус!» Я понял. Но серьезно, когда вы одни, не для того, чтобы угодить мне. Нет, я не судья. Я не хочу быть глупцом. Я не хочу быть глупым человеком. Я кое-что открыл для себя. Бог может выдержать справду. Помню, как однажды… Знаете, люди любят читать Библию. Я не любил читать Библию. Для меня она была бессмысленной, сухой, нудной и непонятной. Я начинал ее читать и засыпал. А я, знаете ли, люблю читать. И в конце концов, я сказал Богу, «Господь, это безумие». Если честно, то ты мог написать что-то и получше. Я заключил с Богом сделку. Я не горжусь этим. Я сказал, «Я отдам тебе самое лучшее время. Я выделю тебе 30 минут самого лучшего времени в день и буду пытаться читать эту книгу. Но помоги мне». И знаете, что Бог сделал? Он может выдержать справду. Скажите Ему правду. Он поможет вам. Если вы злитесь на Него, скажите Ему. Скажите, «Бог, я зол на тебя». «Все из рук вон плохо». «Мне не нравится моя жизнь». Но не стойте столбом. Еще один стих. Притча, 26 глава. «Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». Если вы прошли мою диагностику и заметили, что в чем-то ведете себя как глупец, то я нашел этот стих именно для вас. Потому что, говоря по-простому, здесь написано, что у глупца есть надежда. Мы все делали глупости. Мы все можем внести свои имена в этот список. И прямо там, в Слове Божьем, говорится, что для глупца есть надежда. Поэтому, если вы глупили, не плачьте, не складывайте руки и не говорите, что нет надежды. Надежда есть. Вам не нужно продолжать быть глупцом. Вы можете измениться. Выбор за вами. Наверное, вы обратили внимание на отрезвляющую часть этого стиха в самом начале, где говорится о человеке мудром в своих глазах. Хорошо, давайте закончим на обсуждении того, как стремиться к необыкновенной жизни. Как мы это делаем? «Принимая определенные решения». И никаких сюрпризов. Причит я один, сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои, да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Сделайте место в своей жизни для Божьего взгляда на вещи. Искренно и законно начинайте относиться к Богу так, будто Он реальный и настоящий, а не просто, чтобы быть милым и добрым и следовать за толпой. Говорите себе, «Господь, я буду принимать Твои советы». А далее, вторая глава. Я выделил там некоторые слова, там есть пару фраз или слов, которые описывают ответные действия или ответ Богу. «Принимай мои слова, храни при себе мои заповеди, ухо сделай внимательным к мудрости, а сердце наклони к размышлению, призывай знания, взывай к разуму, ищи его как серебра и отыскивай его как сокровище». А вот слово «то» из пятого стиха указывает на время. Оно означает, что если вы сделали все эти вещи, то будет последствия. Если вы спросите меня, как сделать гамбургер, как пожарить его, я не знаю, я никогда этого не делал. Я скажу, я могу вам помочь. Вам нужен гриль, древесный уголь, специальная зажигалка, вам нужен огонь, вам нужна молотая говядина, отбить ее в лепешку нужно, потом уголь засыпать, огонь зажечь. Когда угли разгорятся, установить гриль, и через пять минут положите на гриль свою лепешку, и тогда, но если вы не сделали ничего из того, что шло перед «тогда», то у вас не будет бургера. Вы не можете просто сказать, я хочу бургер, но я игнорирую все, что идет до «тогда». Ничего не выйдет, а мы ведем себя именно так. Давайте посмотрим, что случится тогда. Тогда, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст Его, знания и разум. Многие из нас хотели бы иметь знание о Боге, но мы игнорируем все, что идет перед словом «то». Посмотрите на эти слова. Там написано, что вы должны принять Его слово, хранить, наклонить свое сердце и ухо, призывать, взывать и искать Его. Это очень похоже на ваше сердце. Вот что я понял. Я взял все эти выражения и попытался найти им противоположность. Если вы не принимаете, что вы делаете? Отвергаете. Если не храните, то… А, что? Относитесь небрежно, не обращаете должного внимания. Если не делаете ухо внимательным, то отказываетесь слушать. Если не наклоняете свое сердце, значит, вы равнодушны. Если не взываете и не призываете, значит, игнорируете. Если не ищете, значит, не прикладываете никаких усилий. Какое из этих выражений наиболее точно описывает ваш жизненный путь? «Принимаете ли вы вещи от Бога?» Храните их, обращаете свое ухо, обращаете свое ухо, наклоняете свое сердце, взываете и ищете. Или же модель вашей жизни — это отвержение, небрежные отношения, нежелание слушать, равнодушие? Это благая весть. Мы можем быть готовы. Бог создал нас совсем необходимым для необыкновенной жизни. Евреям, 9 глава. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, нас всех ждут два обязательных мероприятия, и никто не может пройти за вас. Нас ожидает смерть, а после смерти мы предстанем перед судьей всей земли. Это не угроза, а уведомление, а чтобы все мы были готовы. Верно? Изучая вместе эту тему, помните, что ваше решение имеет значение. То, что вы решаете говорить себе, то, во что вы решаете верить, то, как мы с вами открываем сердце Богу, становится огромной определяющей силой в том, что Бог будет делать в вас и через вас. Хотел бы помолиться за вас. Отец, я благодарю тебя за каждого человека и за его жизнь. Я знаю, что мы ценны для тебя. Я благодарю тебя за силу твоего слова. Я молюсь о том, чтобы у нас была смелость говорить тебе «да». Отвага следовать за тобой так, как никогда раньше. Спасибо тебе, Отец. Мы доверяем тебе в том, что твоя доброта, твоя милость и сила способны изменить нас и поднять нас над всеми преградами и над всеми препятствиями. Я молюсь о том, чтобы ушло разочарование и тяжесть сердца и пришла радость от Господа. Спасибо тебе за это. Мы молимся во имя Иисуса Христа и верим вместе. Увидимся на следующей неделе. Бог да благословит вас. Не упустите этого.